Книга «Открытым оком», 15-й том, тема канонизации, вопрос 2958. Почему вы не хотите, чтобы канонизировали погибшего в Чечне православного воина Евгения Родионова? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Смешно даже слышать такой упрек. Канонизация есть дико и причаще жуткое неевангельское мероприятие. Это есть самое настоящее безумие от ошалелых. Да кто же знает, кто видел, где человек после смерти? Суда Божия нет. А уже великого тирана Ивана Грозного, Игоря Талькова, Иосифа Муньоса, Серафима Роуза, Распутина Гришу, погибших в Лиенце тянут к канонизации. Может они святые, может в раю, но на этом стоит сражайший запрет Иеговы, чтобы никто не вмешивался в его полномочия, не диктовал ему, кого миловать, кого анафеме предавать. 1 Коринфянам 4.5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытый во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Исход 33.19. «И сказал Господь, я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, и кого пожалеть, пожалею». Канонизации есть безбожное обольщение, идущее от дедушек в клобуках. «Все-то они видят тонкие видения, мироточения, ароматы точатся к их носам, все-то они видят ангелов, берущих душу кандидата на прославление таких великих грешников. Этой болезнью канонизации нецельно болеют все роды православных, патриарши, заграничные, старообрядцы и католики». Колосин 2.18. «Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно-мудрым и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». На Женю Родионова смотрю, что о нем пишут. «Он очень похож на меня в том возрасте. В армии ничего, кроме крестика, не было. Но у меня был поиск истины, у меня были верующие предки с обеих сторон. Сам молился и в армии пост соблюдал. У него же мать Любовь Васильевна безбожен тогда была. Зациклились на крестике, что его в плену чеченцы убеждали, снятия он не снимал. «А потом ему голову отрезали. Руслан Хойхороев 23 мая 1996 года. И голову отдельно выкупали. А на теле так и был крестик. По крестику опознала его мать. Тут уж вовсе дурят мистификаторы. Проверь даже на кукле. Отними от нее голову и попробуй держать на ней крестик». «Как в житиях сняли с него голову, а он взял ее, перенес через реку, поцеловал, возлег, опочил. А тело Жени влачили, тело бросали. Тело лежало долго в земле. А крестик светился и на теле держался. Взяли в армию 25 июня 1995 года. В ночь с 13 на 14 февраля 1996 года отправили 4 восьмилетних, 18-летних, охранять единственную в тех горных местах дорогу. Одинокая будка, в которую они и забились. Как они вели себя, можно только догадываться. Ждали смены, шутили, курили, похабные анекдоты, скрашивали их время. Ни света, ни связи и нет никакой огневой поддержки на случай нападения. Дурней не придумаешь. И строгий наказ оружия не применять первыми. А лучшее чего сначала предупредили выстрел вверх, а потом уж на поражение. Совершенно безумное командование. Пацанов просто выкинули. А начальство в это время чем занималось? Посмотри фильм «Самра», «Сармат». Пропавших тут же объявят врагами, дезертирами, будут вылавливать, уничтожать свои же скорпионы. Я служил на Камчатке и охранял ракетную базу, полигон в лесу, склады, обнесенные хлипкой оградой с колючей проволокой. Зима. Ты один в двухом лесу. Рядом дорога, по которой иногда пройдет военный офицер. Более всего нужно этих бояться. Вычислил я. Они видят и позвонят нашим, что я делаю тут. И вижу, что офицеры чужой части идут и выискивают меня глазами. Может они и звонили, потому что проверка приходила не вовремя. И тут же напарывались на мою бдительность. Похвалы и награды посыпались на меня. Прищедро от командования за бдительность. Ты в тулупе. Я сразу же обошел, проверил запоры и пломбы на складах. Затем обошел еще раз, проверил ограждение, прорывы в ней. Заметил собачку, прикормил ее. Она всегда с тех пор была рядом со мной. Я нашел дыр и завязал. Дыром наложил консервный банок, привязал на нижние провода, чтобы создали шум. Потом начал искать такое место, откуда бы видел весь объект и дорогу. И чтобы сам был невидим. Нашел в зарослях густой засохшей травы место. Такое вырыл углубление, залег. Поверьте, что ни один солдат ни до меня, ни после так там не делал. Они или спали, или пили. И на них лежало бы. Их снимали с поста и отправляли в карте. Я все это учел. Перед выходом на пост дают поспать. Солдаты играют домино в шашки. Я никогда не делал этого, а ложился, чтобы ночью не задремать. У меня чрезвычайно развито воображение. Я предполагал, что сегодня ночью именно в мое дежурство будет нападение на склады. И мне их нужно отстоять. А если бы были там боевики чеченские, да все склады бы взлетели в воздух к обеду. Идут сменщики. Я их уже вижу издали. Передернул затвор автомата. Стоит, то идет. Никаких предупредительных выстрелок не делал бы. А тут же на поражение. А потом бы вверх дал очередь. Об этом я высказывался вслух при разводе. И меня разводные опасались. Чтобы не угодить под выстрелы, они еще издали кричали. Свои. Знали, что на стрельбище я всегда был первым. 99, 100 очков и 100 возможных. Старался при охране свет не попадать. И если где нужно было перейти от склада к складу, ладонью прикрывал глаза, чтобы в темноте потом все видеть, не быть ослепленным. Говорю вот к чему. Если бы это были умные ребята, то они бы разделились. Одни в будке остались бы, а трое расследоточились бы. И в случае чего мало бы не показалось боевикам, хотя они вооружены до зубов. Выгода была на стороне внезапно открывшей огонь ребят. И они бы зубы чеченцам почистили. Будка была в 200 метрах от заставы. Чеченцы очень хорошо знали, как несут службу в этой будке. Пускали скорую помощь с кузовом в машину, в которой много раз ездили там. А в ней при проверке никого не было. А тут скрыто подъехали и как щенков слепых сгребли. Постовой на заставе слышал крик «Помогите!» И тоже ничего не предпринял. Русская нация исчезает, потому что совершенно отсутствует инстинкт самоохранения. Мать ходила 9 месяцев, и командиры ей мало чем помогали. Дурно погибли, дурно, и обошлись с матерью власти. Дурнее же всего то, что удумали канонизировать. Мать ходила 10 месяцев, и командиры ей мало чем помогали. Дурно погибли, дурно обошлись с матерью власти. Дурнее же всего то, что удумали канонизировать. И сразу же видения пошли лавиной. Как Женя из плена выводит матершинников и блудников. Ну и иконы замироточили. Началась настоящая вакханалия, безумство, игра уже с потусторонним. Ни о Христе, ни об уверовании во Христа, ни о жизни во Христе нет речи. А вот подаем канонизацию, крест четырехметровый установить, акафисты, хоругви с изображением Жени. И будут эти чудные хоругви из неизвестных монастырей, от неизвестных безумных монахинь. И еще бы вопрос, зачем было лезть в Чечню? Почему не послушали Солженицына, давшего самый дельный совет по этому вопросу? Отделить их железным занавесом. Дать им свободу и года через полтора они были бы более сговорчивыми. Да и виноваты русские перед чеченцами весьма еще с Ермоловских времен, при Лермонтове крестивших их огнем и мечом. Премудро Соломона 5.14 Ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий и неразносимый бурью, и как дым, рассеиваемый ветром, и проходит, как память об однодневном госте. Лука 13.3 Если не покаетесь все, так же погибнете. Откровение 13.10 Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убит мечом. Здесь терпение и вера святых. Женя в руках не держал Евангелие, потому не знал про эти слова. Теперь мать рыдает. 25 июня 1995 года страшен для меня день. Забрали тебя в армию и меня не спросили. Когда вот такие сорванцы бывают в нашем лагере Станьи, и приходится их крапивой за сквернословие и хулиганство наказывать, то как быть начинают власти? Нарушение прав ребенка, международная конвенция. Ну вот они власти забирают без разрешения матери на муки, на унижение, на пыточную смерть, да сыночка, как барана, режут. Это в норме. Об этом ни в опять, ни в администрации, ни в организации защиты прав ребенка, ни на конвенциях. Лицемеры из лицемеров от своих деточек, эти лиходели, людоеды, откупают. У них есть шанс плодиться, утешаться. А этих на бойню тащит. И 400 обгорелых в грозном трупов, таких желторотиков лежат по морозилкам 10 лет и не могут их даже опознать. Жестокая и бездушная власть и самая жестокая военная и милицейская силовые структуры. В Салте 109.6 Совершит суд над народами, наполнит землю трупами. Исайя 65.12 Вас обрекаю я мечу и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, а вы не отвечали. Говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Иеремия 7.13.16 И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я так же поступлю с домом с ним, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам, и отцам вашим, как поступил с теломом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семьи Ефремова. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатуйся передо мной. Я не ищу благоволения тех, благословения которых под сомнением, в них плещется, что ищут здесь у тех, не насадил в молитве кто колене, особенно опасны молчуны, не потрудившиеся в деле благовестия. Сотлели и в растлите валуны, считая в алтарях законно их место. Как могут вот такие тьмы осколки? На проповедь послать и пора деть, тут в деле проповеди не дождешься толку, притом наследственно таким же был и дед. Уж в лучшем случае такие отмахнутся. Отстань, не искушай меня, не лезь, предсказано Христом, то место пусто. В таризах нам и по углам лишь плесень. Такой священник-исполнитель треп, гребет и подгребает приношения. Иным и не был, и остался впредь, пузырь из пуза и бревно из шеи, корытом отживущих и отшедших. Он дорожит, дрожит, не потерять бы живую проповедь во сне, он не прошепчет. О чем, я говорю, поймет он вряд ли. Отслышание вера не иначе. Бог Иегова так устроил и решил, будь скороходом и церковной клячей, об этом все молитвы хороши. Не может поблагословить на то, чего сам не отпедал и не нюхал. И в алтаре кадилом быть винтом, крутиться, подношение прятать брюком. Благослови нас, Троица Святая, развеять тьму традиции, суеверий. Евангельская вера путь пышно расцветает, посланников отслеживает из-за алтарной двери. 14 января 2006 года Игнатий Лапкин.